Здравствуйте! Очень приятно. Мы со самых истоков, со студенческой жизни. Почему вы решили поступать в наш университет МЕД? Ну, наверное, образ жизни, который был у пацана, школьника из Ульяновска. Интересы были связаны с электроникой с самого начала. Что-то все время надо было паять, делать. Вот так вот молодость прошла по этому поводу. И даже особо не задумывался, узнав о существовании МЕД, поехал сюда. Ну, тогда Зеленоград был еще достаточно молодым городом. Вы не боялись, что здесь еще что-то не готово, что-то... А вы знаете, как-то даже об этом в те времена не задумывалось. Все было значительно проще. Что называется, рюкзачок на плечо и сюда. И вот так получилось. 17 лет с родного города уехал. И вот сколько лет уже в Зеленограде. А что привело на вас на кафедру? Вы с самого начала на МЕД? Нет, случайность. На самом деле случайность. Но получилось, что после первого курса на картошке мы познакомились и подружились. Это на всю жизнь. С Юргеновым. На партошке там время провели. И вот действительно подружились. Это было необычно. Студент после первого курса и уважаемый доцент, который сложнейший предмет вел. Ну, так получилось. И при этом он сделал совершенно необычный ход. С самого начала сдал еще совсем молоденького пацана на подготовку к своему другу старинному, Владимиру Николаевичу Дягилеву. В тот момент он возглавлял отдел неимолекулярной электроники. И получается, вот на втором курсе сначала попал в ключевую, так сказать, структуру, которая занималась разработками технологий для советской микроэлектроники. Это было очень интересно. Это затягивало. И вот таким образом попал в специализацию кафедры, причем технологическую часть этой специализации, хотя не должен был быть. Вот так вот и получилось на кафедре, что в немолекулярной электронике с замечательными совершенно людьми мне удалось начать работать. Если бы не их опыт и не их просто уникальные человеческие качества, наверное, бы так все хорошо не получилось бы. Кто еще оказал влияние на вашу научную пиццу? Вы знаете, вот в тот момент, в тот момент, в начале, именно в студенческие годы, наибольшее влияние все-таки оказал Владимир Николаевич Дягилев. Это совершенно удивительный человек, колоссальных знаний. Человек, создавший, можно сказать, первую микросхему Советского Союза, принимавший участие в разработке технологий для нее. И просто человек уникального таланта и уникальных человеческих качеств. Особенно, я уже потом с годами понял, это связано с воспитанием молодежи. И человек, который умудрялся делать, что специализация не очень может быть популярная, такая как технология, становилась для молодых людей тем, чем можно заниматься всю жизнь. Таким образом все это пошло. Второй момент он же, на самом деле, сделал так, что он предоставил нам возможность колоссальные, вот я вот сейчас уже оцениваю с точки зрения руководителя, колоссальные экспериментальные возможности, мощности для того, чтобы мы занимались творчеством. Была создана студенческая лаборатория, совершенно могучая. Вот я вот на старших курсах, потом в аспирантуре занимался ей множество талантливых ребятишек, с нашего факультета, с кафедры были. И вот та студенческая лаборатория, она до сих пор оказывает свое влияние на развитие целого ряда фирм. После нее очень многие люди нашли себя именно по специальности и состояли кастяки разных фирм, в том числе технологического центра. Так получилось. А какое у вас было первое место работы сразу после выпуска из университета? У меня все место работы было связано с МИЭТом. После того, как меня Виталий Митч Вернер заставил кобыстрее завершить написание диссертации, значит, это было связано с тем, что надо было создавать такую структуру, как технологический центр. Так что, если говорить о первой моей работе после аспирантуры, это был технологический центр. Так что, вот уже 29 лет, да, почти 30 лет, так столько, наверное, это невозможная цифра, так сказать, как вот у меня жизнь связана с технологическим центром, и это интересно. Наша лаборатория занимается получением сенсоров. Мы получаем сенсоры на основе ионополевых транзисторов и также различных биологических, скажем так, составляющих. Вот, в частности, это автомеры, ферменты, также могут быть и антитела, в общем. Все эти органические соединения. То есть тут лаборатория работает на основе и науке. То есть тут и физика, и химия, и биохимия. Как Вы связаны с другими отделами технологического центра? Я думаю, что мы связаны достаточно плотно, потому что непосредственно тот транзистор, тот элемент чувствительный, который мы используем, получается на базе технологического центра и по всей стадии и операции, которые необходимы. Поэтому я думаю, что мы очень тесно связаны. В опытном производстве есть широкий комплекс как КАМОП-изделий, так и МЭМС-изделий. Большое отличие нашего комплекса заключается в том, что уникально объединены две технологии, которые обычно разъяснены на всех фабриках. Обычно КАМОП-изделия отдельно изготавливаются, МЭМС-изделия отдельно. В нашем опытном производстве подобраны оборудование таким образом, что мы можем выполнять в комплексе обе технологии. Например, на фотолитографии у нас есть и контактная печать, и проекционная печать. Причем на контактной печати мы можем совмещаться по обратной стороне и выполнять все операции нанесения, проявления на обеих сторонах. Также в опытном производстве есть широкий комплекс жидкостных процессов, как химической отмывки, так и травления. Причем жидкостное отравление не только стандартных процессов для КАМОП-изделий, но и большого количества отравлений металлических слоев, диэлектрических слоев, которые необходимы для создания как балковой, так и поверхности микромеханики. В опытном производстве организован замкнутый цикл изготовления, начиная от проектирования в подразделениях технологического центра, МЭМС и КАМОП-изделий, и заканчивая полным циклом сборки, измерений, испытаний. Сборочное производство технологического центра занимается Выпуск категоральных микросхем в металлокерамических корпусах. Операционно состоит оно из довольно большого количества технологических процессов, ключевыми из которых являются разделение пластин, монтаж кристаллов, микропроволочная сварка, герметизация, маркировка. Получается, Вы стояли прямо у самых истоков технологического центра? 13 июня 1988 года было издано два приказа Виталия Митча. Он только что стал буквально в течение двух недель ректором МИЭТа. И один из первых приказов его был о создании научно-производственного комплекса «Технологический центр» и о назначении меня его директором. Сколько Вам тогда лет было? Комсомольский возраст. Получилось ли воплотить все идеи в реальность, которые закладывают? Вы знаете, с одной стороны, надо сказать, что все, что хотелось, и все идеи реализовать мы не смогли. Но с другой стороны, трудно было предположить, вот вообще невозможно было предположить, что технологический центр разовьется в структуру, которая столь значимое место будет занимать сейчас в мире электроники с точки зрения разработки технологий, изделий. Вот одно из направлений, которые развивал технологический центр, связанный с новейшим направлением, с кремно-углеродными технологиями, оно в конечном итоге развилось в создании целого здорового института Академии наук, института на технологии микроэлектроники. Вот там, на самом деле, я думаю, куются будущее науки и своеобразной электроники, которая свою нишу точно займет. Технологический центр очень тесно работает с нашим университетом, берет к себе на практику и потом впоследствии на работу молодых выпускников. Как Вы оцениваете сегодняшний уровень образования? Вы знаете, ситуация такая вот, когда я учился, так сказать, в наши времена, в МИЭТе была сделана физтехская схема образования. Она, на самом деле, уникальная схема, когда все, что может отлично оснащенный с классными преподавателями технический вуз, подготовливать кадры интенсивно на первых курсах, а в дальнейшем основные практические знания и знания, что называется, передовой науки, получать в тех институтах, которые находятся на том самом фронте науки, где решаются самые интересные задачи. И таким образом это действительно позволяло готовить уникальных специалистов. Точек осталось немного, и вот такими точками, и точками, которые привержены той уникальной схеме подготовки, которая и раньше была в МИЭТе, и вот сейчас сохраняется, является как раз технологический центр ИНМИ. Что удивительно, идет по разным специальностям, с разных факультетов подготовку тех же студентов. Но, безусловно, эти структуры небольшие, не в состоянии решить полностью все задачи в этом ракурсе для МИЭТа. Большое количество студентов, которые обучаются кафедрой ИЭМС, проходит практику в нашем подразделении. Студенты проходят не только теоретический курс, но проходят и практические, приобретают практические навыки, связанные с разработкой микросхем, с их прохождением через производственный цикл, измерения, испытания и другие аспекты, связанные с этим. Я позволю себе небольшой провокационный вопрос. Какой экзамен для вас был самый сложный, когда вы учились? А, он не провокационный, английский. Английский. Вот так получилось по жизни, так сказать, вот серьезно не отнесся. Ну и плюс, наверное, в школе вот в этом ракурсе преподаватели не очень были. Но это на самом деле так, так сказать. И я серьезно к этому не относился, о чем страшно жалею. Даже не представляю это, насколько. А в нынешнем мире, ну может быть, это, я тоже слабину даю, так сказать, вот сосредоточиться и выучить язык на достойном уровне для свободного общения, так сказать, вот это, к сожалению, ну мне не далось это сделать. Но если говорить о экзаменах, самый сложный для меня был английский язык. Давайте теперь к самому главному, почему мы к вам сегодня пришли. В этом году в вашей родной кафедре исполняется 50 лет. Что вы пожелаете сотрудникам и, конечно, студентам, которые на ней учатся? Знаете, так сказать, вот на кафедре во все времена был сплав удивительных знаний, которые несли представители научных школ, великолепных совершенно специалистов и в области науки, в области образования. И главное, чтобы студенты хотели воспринять от них эти знания, хотели, чтобы получить опыт в научной сфере, если это поставить целью для человека, для студента, это значит, он получит помимо образования высшего уровня возможность работать практически в любой фирме, которая захочет. Это очень важно. И кафедра как раз выделяет тем, что эту возможность предоставляет. Ну, так и возвращаясь к вашему вопросу, когда есть возможность, скажем так, доступа к таким людям, есть возможность с ним поговорить, они всегда, так сказать, все свои знания передавали, кафедра этим отличалась. Этим надо пользоваться. И если ребята отнесутся серьезно к своей подготовке, значит, у них все получится. Кафедра способна быть проводником не только в сфере образования в МИЭТе, но и проводником в области получения практических знаний вовне, в различных исследовательских центрах, институтах. Технологический центр и институт нанотехнологии микроэлектроники всегда открыты для таких выпускников. Поэтому вперед.